доброго времени суток дорогие друзья с вами стример слорд арнчик сегодня мы комментируем фаскап 69 11 и встречаются у нас такие команды как команда тлк против команды тсм собственно этот фаскап у нас начался в 14 по москве и 12 по сету и вот в данный момент играют ребята что я могу сказать о самих командах начну с команды тлк так как представил их первыми и так ребята отыграли 11 матчей выиграли 17 проиграли то есть статистика не самая лучшая но я надеюсь что ребята немного ее подправят и потом дальнейшем будет уже один к одному а там глядишь уже и лучше будет и команда тсм команда ну скажем логотип них понравился да буду честно признателен логотип офигенный и само название команды тоже довольно таки забавно это team sparta мск то есть москвы но у ребят 6 побед 16 поражений то есть понимаете что ребята не супер тащат но я надеюсь что сейчас они будут очень сильно потеть чтобы выиграть так ну это что касается команд что касаясь турнирной сетки турнира на сетку нас на 16 команд была 1 8 в данный сейчас вот данный момент ребята играют уже одну четвертую ну и соответственно команда победителей по проходит в полуфинал то что уже немножечко отклоняюсь от темы напомню что задержка на трансляции две минутки ну и запись а игры будет выложена в группе так ну что забанили последним джекира последнего брестал бэка и по последнему пик от каждый из команд феникс команды тлк ну и тут у ребят остается буквально 30 секунд временем ждем ожидаем что же это будет за пик ну я так понял будет какой-то мидерный герой вопрос что это будет за герой легионер ну что довольно таки неплохо осталось только увидеть это все в действии ну и игроки забирают разбирают своих героев потихоньку так ну что включая статистику крипстата для первых 10-15 минут вот мне интересно команда тсм ребят в пике легионер и вопрос куда этот легионер идет то есть неужели это мидерный герой или все таки аппарат ну аппарат вряд ли ну посмотрим тут же у команды тлк все в принципе понятно да два суппорта это винга угр маг соответственно марта антимаг нас должен выступать роль керри так ближний бой и тому подобного ну феня логичным образом храм лайнер так как у него есть все таки и карус то есть для того чтобы вернуться обратно убить пару крепчатских и вернуться ну и фантом к уже частый пик наблюдаем в мидл гейме то есть мидл игре но ребята не чекают руны то есть ребята забили на эту тему но вот по крайней мере тренд уже выдвинулся у них забирать на это важная тема от винга побежал винга заберет руну а так расстановка линии ничего такого особенного не предвещает есть мы видим что ребят стоят по стандарту трипла в топе у команды тсм и команды тлк триплом на боте фантом к вкачала сразу же купился щиток на самом деле на первых уровнях щиток это какая-то прям имба 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 предмет но медуза вкачала змейку так но тут я так понимаю особо на антимага надеяться нет смысла потому что тут антимаг много урона и не вольет даже если он блин конец а ну тычку там даст на 50 урона плюс броня там будет около 20 первые минуты игры пока все спокойно больше всех ранен аппарат из-за своих отводов которые он делает аруна только забрал у нас венга на топе до сих пор стоит рун богатство ну что вторая минута игры венга уже чекает еще раз руну и попадается руна богатство довольно таки неплохо подбирает ну и инвизабилити у нас на топе вон тимага уже ботиночек кентавр все продолжает фармить но транквилы видимо из-за ригов протекшенов а фантомки что-то уже летит бежит ботул ботул что вторая минута игры ничего такого интересного пока не происходит на карте я пытаюсь смотреть за всеми линиями ну не одновременно но посмотреть там посмотреть тут и вот первый ганг от команды т.л.к. запрыгивает фантомка станы гнает от агро станут винги тычкуют ребята ботлом отпевается фантомка и буквально пару тычек не хватает надо даггер кинуть кидая даггер там еще хило трента проходит и все-таки фб забирают фантомка вот такой вот отличный ганг от саппортов фласку сбиваю сейчас агро ну и 1 0 3 минуты игры я рад на самом деле что он наконец-таки закангали так феня сразу же и коросом улетел почуял неладное но тут на самом деле очень сложно вообще принципе цеплять феню не считая того что он еще и улетает на икарисе ну и тут дизейбл никакого нет чтоб так застанет то есть был бы я даже не знаю кто бы был ну пусть будет лишь рак даже тот же самый попал станом и аппарат уже примораживает заранее то все там бы еще может это все и прокнуло тут два таких героям но тем временем 4 минута так когда я полетел в кентавру ну я так понял игр вообще пока докидает игнается первого уровня хотя мог бы как-то дождаться третьего что ли уровня если он будет макси тигнай то лучше конечно тогда ждать начал по сотне маны накидывать без склерити как-то это не айс скажем это так так вторая минута игры умер у нас аппарат аппарат как ты умер феня феня прекрати что ты делаешь а транквилы приобрел феникс вообще на самом деле так я так понял что фени унижает триплу вражескую то есть пытается мешать фармить легионеру накидываем накидывая свои фень еще на самом деле редко вижу когда-либо пикают феникса то есть не то чтобы в цемах да я даже в пабликах это редко вижу так у медузы тем временем появился ультимейт также как и у фантомки а у фени практически шестой а у кентавра вообще уже есть 6 собственно стампит уже появился то есть чуть что сразу же к 100 и беги эти мага тем временем 5 винга подбирает роду богатство я так понял сразу получил четвертый уровень пассивочку вкачивает дальше есть ботинок сейчас буду дизайбли так пошел стану игнает стан стампит стан в кентавра ман у него нету тычкует стампит продолжающий работать и все в принципе кентавр живой отошел раненая медуза у нас под или микромором убегает на базу . у легионера вот вышка очень сильно просела на боте mt1 команда тсм не знаю тренд по крайней мере спит у трэнта вот этот хил который у него есть вообще должен быть постоянно в кд то есть хил тавр тут хил тавр тут хил героев вот накинул сейчас ливень кармор на боте но хорошо пока хилим все живем пока хил есть так пролетела медуза что-то я не очень понял к чему это она так прилетела именно на бот начинает фармить тип это я даже не знаю как это назвать если честно тем временем фантом к стоит и изи фарм файз и ботал щиток но пока медуза тут получает свой седьмой уровень у фантом ки тем временем 8 уровень ребята производят глиф есть стомпит у кентавра вряд ли ребята будет заезжать прилетает сюда тренд причем практически без маны то есть он накинет я думаю семечко и все на этом закончится или же ливень кармор повесит а повесил ли прилетел повесил ливень кармор на кого-то понял так на легионера тем временем феня перевредил свою заряд все фулл хп фулл мана и фантом к просто спокойно стоит фармит трубит эту вышку никто и не мешает на понял в общем прилетает сюда винга винга с пассивочкой будет чуть-чуть побыстрее пуш 260 хп у того тренд возвращается на линию так же как и медуза и также подошел сюда аппарат третьего уровня ребят здесь делает глиф уже был и поэтому фантом к забирает таву то есть вообще все прекрасно вот так вот пожалуйста вам семечко тычкует фантом к ульта от медузы фантом к просто убегает другую сторону в итоге семечко ульта не в никуда проходит даггер понятно что пока врываться не стоит подбирает реген фантом к фантом к у нас через владимир q это так понял владимир для того чтобы был сил для антимаг хотя у него там будет battle фьюрия поэтому ему в принципе регент этот от владимир ки не особо важен но окей возможно это будет какой-нибудь быстрый рошан поэтому фантом к собирается не через стандартный доминатор а через владимир q как заказано по рецепту но это дело каждого свое тем временем у медузы появляются пт-шечка и я так понял пару заходов сюда на товары это будет минус товар вообще у команды у которых есть тренд сложно в принципе терять товара ну если там не супер пуш какой-то вот сейчас немного не понял наверное ребята сказали давайте заберем кентавра прилетел тренд и в итоге не успел отменить over но аркана я так понял огур будет делать может аэрон бречь продать но правда этого пока не хватит так губ вас навешивает икарус феня залетает маны не хватает немного не хватает буквально немножечко нужно ванных теперь хватает но там приморозился собственно окаменел феникс даблки латкин там разбирают венгу вместе с феней антимаг линк подходит прилетать на фантом к 22 счет становится кстати да вот феникс ошибся кстати у него билистики перезарядистике сразу прокастовать видимо не сообразил или или забыл простики просто-напросто но как как там ни крути у легионера плюс 10 урона на 11 минуте то есть уже есть маленький плюсик ну и собственно тут вся команда кроме феникса и аппарата и все вроде расходятся по линиям и остальные арканы появляются у аграмм двенадцатая минута 2 2 очень осторожно играют даггер врыв критуля и хилл хилл пошел хилл еще ливинг армор навешивают думаю вряд ли заберут теперь но продолжают дамажить имена аппарата навешать ох как хорошо дуэлька почему у нас феникса феникс может нет ульту уже не успеет составать минус фени прилетает у нас кентавра дает у нас стан дабл эйш и минус легионерка забирают у нас фантомку и это еще плюс 2 кила для команды тсм ну и плюс дуэлька для легионера как-то расслабились ребятам угр мог бы на себя арканы прожать все равно никого тут нету и вот тот самый блинк даггер появился у легионера то есть не армлет не дизоль не саша яша ничего такого не надо легионер легенера вот собрал блинк даггер фастон все теперь можно запрыгивать и кидать дуэли то есть либо дизейблить либо же на воровывать урон прилетела нас медуза с ультой прилетел аппарат которую тоже вот только что появился ульту и куда-то уже успел кинуть один раз вот есть отличный вард который палит феникса так семья даггер кастует у нас вам тонко залетают у нас блинк даггера легионера накидывает дуэлька антимаг антимаг она живет только не срабатывает феникс у нас тем временем постует эту аппарат забрал антимага забрали конечно антимага нового дольку не выиграли это не не так уж и важно главное что забрали так карус дамажит феникс феникс подстанал дабл эйдж и минус фантом к тем временем аппарат забрала феникс также забрали 1 2 уже ну что под дд у нас фантомка не пойдут манаха поеда там у всех просто раненые ребята был бы кто-нибудь даже тоже винга вот свап минус один крик стан другого и в итоге можно было бы минус 2 сделать но тем не менее 14 минутам 36 так вот ульта прошлась на базу зацепив двоих да и ухожу тупин еда у венге я увидел медальку телепортируется у нас сюда парад так что у нас по количество убийств 203 самый лучший я киллер ну вообще чувак который поучаствовал во всех замесах и драках это кентавр и и самый топовый ловел на карте фантомки десятый да у всех есть шестые ловела вот это меня радует бывает что даже к двадцатым минутам суппортов не всегда появляет шестые ну то есть с ультимейтами но тем не менее практически 6000 нетворца есть у фантомки если диме рука и 1000 сверху не знаю что будет фантом все собирать возможно это будет бкб может быть все что-то другое 2 лейт керри в команде это очень сильно практически battle fury появляются антимага и ботинок также там вроде 1400 если до клей муха у нас 1400 а он уже купил и буквально бла-бла-бла 1200 на бросворд также 1200 но приобрел антимаг и собственно нужно отправить куру все там все разобрали вскоре ли куру вот такое название кура забавно и да так ну что 17 зарядов феникс феникс вообще по-моему никогда не кастует со стики и вот первый заход на рошана как раз таки я и говорил что благодаря тому что владимирка появляются ребят будет выходить как можно раньше на рошана и медалькой навешивают и рошану тихонечку рубят под замедлением венга только не кастует стан хотя на самом деле могла бы тоже ставать так как рынка сбрасываем сам но рошан упадет рошан пойдет довольно таки быстро то есть вообще команда там ничего не не о чем не подозревая и именно саршан фантом очка забирают на саидис ребята отходят тут в четвером что фантомка в принципе может запрыгивать 11 уровень имеется и также к ритуле так залетел кентавр хорошо стомпе пока не кастуют дал стан дабл эйдж минус легионерка еще кинула дуэльку выиграла аппарат забрал до их забрать и мага игра ульта вот хорошего так конечно было это мы понятное дело без ультимейта мои ребята забрали но минус 2 антимаг сразу себе приобретает пт-шечку видимо с ман у нее все хорошо вот это не самое лучше тренд у нас в инвизе тренд появился тренд забыл что надо пкд кастовать инвиз получает сразу медаль кустан кентавр залетел дал стомпит отходит тренд походит хилл на нем висит отходит обратно китовр кстати забрал венгул плюс хорошо и минус аегис вот так вот чилинг тач работает на вражеских кири стан сразу запрыгивает легионер есть дуэлька хилл и сия кидая дуэльку агру вместо того ну видимо хотел фантомки но кино агру или может быть так и планировала но легион забирает нас агра и плюс еще одна дуэлька уже четвертая дуэль выиграно и тихонечку собираю тебя армлет фантом очка отпилась откиливает кентавра запрыгивает на медузу пару тысяч дала кентавр есть даггер а антимага тем временем птн и вообще в принципе фармит в вражеском лесу как-то немного нагло поступает антимаг но тем не менее десятый уровень 310 20 минуты игры по киллам лидирует команда тсм но по количеству фарму пока лидирует команда тлк то есть если ребята выходят в лейт ну по сути если говорить именно так вот размышляя то фантомка с антимагом под пассивочкой винги винга помню только дальникам дает они не все все что я попутал да не то это тракса у нас да и венга под пассивка винга и довольно таки очень много урона будет ну включая то что там будет конечно максимальный уровень и надежда на то что фантомка будет очень часто критовать тогда да тогда они могут выиграть с другой стороны если отличная ульта аппарата закастуются там ребят уже не будут хилиться никаким образом медуза будет нарезать это все то есть у нее есть такой потенциал но легион вообще может тут фармить бесконечное количество ну не считая того что он оформить 6 слотов количество дуэлик может увеличиваться и увеличиваться то есть тут такой спорный вопрос то кого так фантомка у нас пока приобрела хаммер пока предположительно это будет бкб так регионка хилл запрыгивает кастую дуэльку хорошо кастует ульта аппарат закастовывается даблэй же даже не успел дать кинтауэр и медуза забирает фантомка плюс еще одна дуэлька для легиона и в итоге уже пять дуэли вот вам пожалуйста пять дуэли 50 урона уже в итоге и получается 150 так увеличила скорость там получила два суппорта аппарат винга увидела аппаратом вот обратно кинтауэр кинтауэр видел есть там пит есть вообще все сан дабл эйдж приморозка стан от венги получать кинтауэр и ребят просто забрали просто-напросто а венгу да у легиона пока еще в кд дуэлька тем временем антимаг кроме того что фармит вражеские леса еще и пушит т2 tower на топе и тем временем команда тсм тоже не спит сносит т1 на боте тут к сожалению нет такого трэнта который мог бы подкилить tower туда забирают у нас это там так вот тот самый армлет появился ну что уже потихонечку увеличивается урон фантомка забрала в ботл dd медуза уже на эншентах фармит 11 уровень доминатор яша все вообще прекрасно есть аквилка 1500 сверху что же будет а вообще манту что собирает нас медуза интересный моментик транс собирает мекку урна у аппарат тостов в битверде также возможно это будет дальнейшем форс став кентавр делает потихонечку поэт я так понимаю или что это вангуар но возможно тогда это будет крестом горд кстати со фантомка забрала руну это был бы уже 13 уровень дивардят вражеский опс который буквально только-только вот поставили так телепортируется у нас сюда медуза антимаг но антимаг на блинке вряд ли вообще как-то можно зацепить и не считая дуэльки телепортируется и стан стан буквально чуть-чуть запоздалый тренд у нас в инвизи видит вингу винга также видит семечка пошло стан намажет ребята легион шарф залетает есть дуэлька есть отлично дуэльки цепляют у нас венгу надо забрать отлично winner сбирают медузу на свингу семечка пошло по агру на агра думаю от едет замедления залетает легион шадаба лэшит кентавра и да верно еще минус 2 ребята делают господство уже у кентавра и счет 3 14 25 минуты игры а фантомка дизолятор делает то что-то необычное к антимагу летит что-то летит это монтам залетает легион не самый точным но цепляет венгу которая тут подстряла дабл эйдж минус аппарат забирает венгу сразу же winner еще плюс одна дуэлька выиграна он то аппаратные самый точный стампит кастуется ульта трэнта закастовывается отлично феникс сразу же ульту кастую дабл мультикасты проходят у агра феник забирают у нас аппаратами дуза расстают ультимейт забирают потихоньку фантом китайский геню забирал этот феникс фильм бы сделал бэйбэк ульта от антимага забирают потихонечку легионерка я там линк армор висит так феня на развороте жгет лучом гонятся там за ну понятно тренд у нас умирает минус тренд улетела легионерша легионерша будет блик от по лесам видимо у кентавра нет маны и там урна сбрасывает буквально секунда на блик даггер не хватило угры забирают у нас господствующего кентавра проблемы у медузы медузы тачкуют отличные крит уля от фантом очки и за не убирая также буйство надо дезолятор все-таки летит фантомки ребят всенечко пушат этого товар на топе стаур легион тем временем да ну как я и говорил блинковаться будет по лесам я по-моему проще было бы за блинковаться последний раз вот сюда прибежать купить или порт убежать но хорошо так принципе тоже логичным ну что 716 сделали некий переворот в игре действительно просто всех по моему поубивали по одному ребята в панике начали разбежать разбежались и в итоге рисовали всех вот такое вот превосходство даже в плюс команда тлк ушла ну по крайней мере по эксперт 500 но это особо-то и неважно и там около 1000 по золоту но опять же это все такая мелочь но приятно все таки имея свое превосходство даже я так могу делать хотя на самом деле это все вранье написано сто процентов маны они не сто процентов но это интересный момент на самом деле я не знаю что так можно знал ну в самой игре знал так легион есть бм тоже довольно хитрый такой артефакт 80 урона и в итоге легионер прям как фантом очка по урону вот только критов нету так ну что команда тсм собирается вместе я так понял это кентавр типа запрыгнул за дивардил вард или что но команда да сбегается сбегается потихонечку был бас только на единичку залетает кентавр по двоим ульта отлично заристает дабы лэйдж на пусть и сразу же делька в легионеры дамажит обратно свингу стомпит кастуют бм прожимает легионер легионер забирает фантомку тренд забирают нас аграми нас три ребята делает отличный стан от кентавра феникса с дабы лэйдж минус легионер забирают даблкил забирает феникса и в итоге минус 4 антимаг тем временем пушит у нас на топе гриф ребята тсм поражали сразу манту закастовывают сносит сносит они у кого нету телепорта лол ни у кого нет телепорта ошибка для команды и антимаг не самым лучшим образом блин канулся блинкается лес до аппарата только хорошо ульта легионка запрыгивает и минусует антимага вот вам пожалуйста на 60 секунд и в итоге минус 5 ребята делают ну да там ливень кормор уже от трента так что т3 откидится полностью можно считать что антимаг дрался за эту вышку за ничего то есть умер сам не забрал вышку не помог команде ну в общем как то так так то так так Так, аппарат у нас забрал Вингу. Да. Сняли, опс. Инвиз от кентавра. Да, думаю, антимаг может встрять. Так, тренд, ульта, икарус, уходит феникс. Очень классно делает. Так, блинк, блинкуется легионер. Скулбашер появляется тем временем у легионши, который сейчас прилетит потихонечку. Винга, можно встретить Вингу. Нет, Винга ушла, легион ушел, все ушли. Вышка на топе почти упала, но еще живет. Так, есть там пид. Заморозочка. Хилл рывается, дает дуэльку, стандал, двойной мультикасс проходит. Отлично. Кстати, это у кентавра, да, это крипсогорд от кентавра. Легион забирает Вингу, не зарабатывая дуэльку, правда, но даблкил. Минус Огр. Еще плюс 2 кила для команды и также минус Тауэль. Найдут забирая Тауэль. Втроем, четверо, в пятером команда телепортируется на ДФТ-3 Таура. Сразу же Ливинг Армор навешиваются сюда. И просто, ну тут понятно, тут ребята спушить не смогут. Аганим появляется у аппарата и механизм появляется у Транта. Ох, ох, полетел, полетел, да. Думаю, полетит до базы. Нет. Полетит до сюда, но цепляют у нас Феникса. Сколько там по количеству секунд? 17 секунд! 17 секунд! Ло, это очень много. 1,4 минуты. Но это действительно много. Вот вам, пожалуйста, минус пол хп, но там транквил, так что они отхиливают довольно-таки неплохо. Так, Олигейнер тем временем сносит Тауэр. Зарабатывает золото для всей команды. Телепортируется Легион. Телепортнулся также Антимаг. Огр, что ты творишь? Огр, лол! Проблема у Агра. Арканы. Хил. Дуэлька. Дамажит Кентавра. Точнее, дамажит у нас Агра. И минус. Легион забирает нас Агра. Забирает при этом дуэльку. И плюс еще там сколько? 18 урона для Легиона. 200 урона уже. 130 сфорованных. Ну. Побежденных, скажем. Так, Фантомочка. Поняла, что это подстава. И я видел Эбисол Блэйд у Антимага. Да, Антимаг-то у нас уже 4-х слотовый. Тренд дает семечко у нас по Винге Винга. Думаю, будет стан. Давай, да, стан пошел. Так, подходит сюда Феникс. И Карус. Дамажит. Тренд. Будет ульта. Ох, какой крит под косарь-то выпадает на Трента. Тренд умирает. Антимаг тем временем забирает богоподобный Легионер. 6-700 голды зарабатывает. Крисон Горд заюзывает. Кентавр, но у Кентавр проблемы. 4 секунды КД у Блинка. Дабл-Эйш кастует. Подформирование у него крипов, но умирает от Антимага. Дабл-килл от Антимага. Ну что, минус 3 ребята сделали. Что насчет байбэков? Есть байбэк у Легионера. Нету Кентавра. И у Трента тоже нет. Только Легион делает байбэк. Как раз-таки телепортируется. Большая проблема у Антимага. Блинк. Или как? Блинкуется. Видит, видит, видит Антимага. Но Антимага Блинк там довольно-таки быстрый. Сразу же блинковывается дальше. Так. Антимаг. Ланта. Дуэльку. Дуэльку в иллюзию. Лол. Ну не то. Это все кастуется. Фантомка тем временем перемораживается. И да. Заморозилась у нас Фантомка. Умирает. Легионер-кармор на аппарате. Аппарат забирает у нас, собственно. А до этого... Да, да. Забрали у нас. Антоночку разобрали. МКБ появилось у Медузы. Вот тот самый артефакт, который не хватал буквально всей команде. А для Медузы это жирненький плюсик. Ульта аппарата у нас пошла в Рошана. Видим, что Байбек сделал только Легион. Шесть минут еще КД. Будем наблюдать за состоянием Байбеков. Так, что там за драка? Драка, проблема у Агра. У Агра отъедет. Хорошо. Тренд забирает Аграм. Ну, так как забрали именно Агра на Рошане, видимо, будут думать, что он на Рошане. Но тут есть вот такой замечательный вар, который палит это все. Антимаг ублинковывается. Телепорта, правда, нет. ДКБ приобретает антимаг. Так, ублинковался антимаг. Да, графики буквально на нуле. Полетел ульта аппарата. Полетел на ход. Или даже на Таур. На базу. Ох, цепануло Вингу, но там не 17 секунд, там гораздо меньше, поэтому Винга должна жить. Тысяча ХП. Сколько там? 11, пожалуйста. 110 ХП. Не-не, Винга живет. Винга должна жить. Или... Нет, должна, должна. 110 ХП. Так что, хорошо, что это все-таки не жирная Винга. Так, небольшие проблемы у Медузы. Ох, как горит, горит-то как, Ливинг Армор. Так, точнее, семя пошло. А Ливинг на кого повесил? На Таур. Хорошо. Ульта аппарата. Отличная ульта. И... Да, цепляет Феникса. Феникс тут 100% умирает. Так, аппарат у нас делает и уль. И уль. Это хорошо. Антимак еще умер тут. Кентавр умер. Трент продолжает палить всю карту. Вражеские леса. И вот сейчас на сентрях. Пропалился на сентрях. Есть проблемы у Трента. Да, сразу же получает стан. Дизейп от Кентавра. Игнайт. Все... Ох, ох. Все как хорошо. Ребята, вот грамотный вард. Просто грамотный вард. А Трент просто оказался не в том время. Не в тот час. Так, ставится сентри от Винги. Дивардится вражеские варды. Зря, опс, Винга поставила сразу же. Потому что из-за того, что поставила, собственно, испалила свой вард. То есть, ребята знают, где вражеские варды. Так бы сентри поставила и увидела вражеские варды, а могла бы поставить куда-нибудь сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. То есть, на любое чек-место из стандарта. Так, легенша. Антимак ублинковывается. Ну, понятно. Опять же, большую часть карты контролирует команда ТЛК. А у легиона уже 150 урона чисто. Под ДДшкой, ух! Довольно-таки много урона. Чуть ли не 500. Ну, с армлетом, я думаю, все 500. Такой бы, еще бы критули собрать. Так, начинаю сжечь кентавра. Стан. Тристан Горд. Свап. Феникс. Шива. Сразу же трансформацию пошел. Кентавр под станом находится. Винга пару тысячек дать. Минус. Медуза забирает в ингу. Медуза уже без маны. Сразу выжигает. Как хорошая. Гритуля проходит. Антимаг забирает у нас Медузу. Под БКБ фантомка дамажит. У нас легионеры. Легионеры проумирают. Минус три ребят делают на одну вингу, которая громотно свапнула. И нет никакой просветки. Тут ребят надо трента. Хорошо. Ребят все равно тем временем прожимает РК. Начинает минус аватар. Он прогибается очень сильно. Минус аватар. Антимаг забирает на свыжку. Ну и что? Это будет переход на Т2 или все-таки на Т3? Да, это Т3. Монтам. Фантомка. Запьер играет. Забисал Блэйд. Критуля под косарей. И все. И тайверно. Минус четыре ребят делают. Серия убийств у фантомки. Забирают Т3. Забирают крипов. Забирают казармы. Минус первая казарма. Минус вторая казарма. И что? И перетягиваться надо наверх. Потому что... Так. Трент полностью не откилил. Тауэр. Минус... Минус Тауэр Т3. Минус барак. Минус второй барак. И это минус две стороны. Трепортируется мгновенно антимаг на низ. Потому что понимает, что нужно пушить. Нужно ломать. И ребята будут... Ну, по крайней мере, антимаг попытаются сейчас сломать Т2 Тауэр. Ну, а потом с командой ребята будут заходить на Т3. Да, фантомка с БКБ. Это что-то. Что-то летит ей еще. А, это уже скулбашек. Все, я понял. Медалька вешается. Фантомка. Так, получается, стан от Рошана. Еще один стан. Игнайт. Под замедлением. Еще баши проходят от фантомки. Тройной мультикласс. Как хорошо-то повезло. Еще один стан. Тут линька. Ну, и минус. Критуля на 1300. И фантомка забирает Рошана. Подбирает Айегес. И мокалити. Вот так вот. 20 уровень. Так, даггер. Блинкуется. Башар проходит. БКБ прожимает. Крисон Горд проживает. У нас Китауэр. БКБ прожимает. Антимаг. Бесал Блейд накидывает на Медузу. Примораживается. У нас Антимаг. Монтуза кастовывает. Тренд ульту кастует. Антимаг ультует. У нас Трента. Минус тренд. Дуэлька вешается на Антимаг. Но умирает у нас в итоге Легионерка. Винга забирает. У нас Дабл Кио забирает. Медуза забирает. Антимаг разрушает Тауэр. Это минус Т2. Думаю... Да, Антимаг, конечно же, умирает от ульты аппарата. Кентавр забирает у нас Антимаг. Антимаг делает Байбек. Фантомочка забирает у нас... Кентавр забирает аппарат, который я с одного крита отъехал. Трипл килл. Трипл килл. Все еще есть у Фантомки Айегис. И Антимаг там как? А, Антимаг уже тут. Он собрался. Травила прилетел. Так, ну что. Минус Тауэр. И ребята пишут ГГБТ. Ну что, поздравляю команду ТЛК с их прекрасной победой на 1-4 фаскапа. И ребята проходят дальше по турнирной сеточке, попадая в полуфинал. Ну а там они уже встретятся с командой Keep Moving. Ну что, а я на этом заканчиваю и прощаюсь, наверное. Всем удачи, ребят. До скорого.